Здравствуйте, мы находимся в центре кунг-фу и ву-чи. Что такое здравительные практики? Это ву-чи или это кунг-фу? О здравительной практике присутствует и в кунг-фу, и ву-чи. Люди, которые приходят к нам заниматься, они начинают с ву-чи. Ву-чи разделяется на несколько систем и несколько программ. И первое, с чего мы учили, начинаем, это раздел зон-ши. Зон-ши – это суставная дыхательная-здравительная гимнастика. Если по времени занятия, оздоровительная группа занимается полтора часа, то зон-ши занимает где-то 45 минут или час. Это собраны в комплект различные упражнения с точки зрения оздоровления. И туда мы приходили любого возраста, любого уровня подготовленности. И самое главное, чтобы они говорили о том, что у них за вопрос, что за проблема. И когда приходят, желательно, чтобы они еще внесли справку о здоровье, чтобы они понимали, какой у них уровень здоровья. Бывают здоровья 1, 2А, 2В, 3. Если группа здоровья 3, то это лечебная группа. То есть в общую группу они не попадают, это персональное занятие. И на занятиях преподаватель с помощью специальной диагностики по движению, по дыханию, по определенным каким-то ключевым моментам, которые только он знает, он определяет вообще, в принципе, это и группа, и можно перевести в другую. Группы поздравительные по возрастам разделяются. И, в принципе, они могут быть смешаны, но чаще всего мы их разделяем. В кунг-фу тоже есть создавительные практики, но в большей степени кунг-фу это как школа. И система образования там построена с целью того, чтобы привести разные качества. Спортивные, силовые, скоростные, хореография, комплексы, парная работа. С кунг-фу в большей степени мы берем, как сделать ной-конг. Ной-конг это система строения тела, то есть работа с мощным корсетом. Это дыхательная гимнастика, это работа с энергосистемой. Второй раздел в ручьи называется чиконг. Это третья группа упражнений, которые выполняются в возрастной части занятия. Чиконг это суставная гимнастика, направленная на укрепление связок и сухожид. Таким образом, в оздоровительных группах практикуют три группы упражнений. Зонг-шинь, ной-конг и чиконг. Это и есть полтора часа занятия. И в принципе, в оздоровительных группах постоянно работает с этим упражнением. И только они в них углубляются, специализируются. Но у них нет парной работы, нет самообороны. Люди пришли за здоровье. Я бы сказал, что таких групп у нас процентов 60. На сегодняшний день ситуация по здоровью у людей хуже я вижу из своего опыта. Я преподаю уже больше 30 лет. И здоровье у людей сейчас очень сильно понизилось, если сравнить с 90-ми годами. То есть, условно говоря, если в 90-х годах 90% занимались кунг-фу и как школа поясовая система, и было искусство, то сегодня, вот видите, 60-70% это оздоровительные группы. А бываем искусством занимается процентов 10-15. Середина такое и то, и другое. И оздоровительные группы процентов 20. Так вот, статистика моя из опыта работает. Поэтому, в принципе, и в кунг-фу, и в мучи существуют оздоровительные техники. Мы берем из каждого раздела какие-то упражнения и даем возможность людям оздороваться. А сколько нужно времени заниматься кунг-фу в качестве оздоровления? Мы говорим о том, что человек должен прозаниматься 6 месяцев. Результаты наступают после 2-го, 3-го месяца занятия. Если человек прозанимался год, это супер. Наши рекомендации, если вы пришли в класс, нужно заниматься от 6 месяцев до 12, для того, чтобы получить хороший оздоровительный эффект. Когда мы учим праздник, мы понимаем, как оно делается. Это как мы смотрим, что человек играет на гитаре, мы понимаем, как он играет, но взяли гитару и играть не можем. Так и тело. Время занятия удлиняется до 6 месяцев, потому что человек только 1,5-2 месяца учит упражнения, чтобы они получались правильно, чтобы он соединил все в комплекте. Правильная хореография должна быть в первую очередь, туда находятся потом дыхание, и это все делается одновременно, скажем, нижняя, верхняя часть, левая, правая часть, делают разные движения, при этом еще дышать, и это занимает 1,5-2 месяца, чтобы человек просто правильно выполнял упражнения. Если человек выполняет упражнения неправильно, то упражнение работает только на 15-20%. Если человек делает правильное упражнение, оно работает на 30% от того, что говорит тренер. Например, это упражнение для позвоночника, там, шейный отдел первой-второй позвонки, или там это на сердце, это на давление, это на суставы. То, что озвучивает тренер, это важно понимать, что должно быть комплект движения, дыхания, сознания. 30% — это дыхание, правильное дыхание, то есть как дышать, и вдох, и выдох, и какой вдох, и выдох, какие-то модификации между ними, мы будем об этом говорить, как это все происходит. И 30% — это сознание, где находится мысль, о чем человек думает, какие ощущения, и все такое. Тело, дыхание, сознание — 30-30-30. Получается комплект. Поэтому 6 месяцев — это минимум. Минимум, и все имеют разные подготовленности, поэтому вдоху дам. Хорошо. Ты занимался человеком, год стал ему лучше, а что потом? Можно бросать или нужно продолжать? Люди, которые занимаются год, как правило, после года занятий они переходят в школу кунфу. То есть за год они побрали свое здоровье, поняли систему и хотят изучать дальше, что же дальше, какие могут быть еще варианты в этих классах. Потому что в возродительной группе мы преподаем базовый курс, начальный, поверхностный, цель только одна — здоровье. А здесь же существуют и другие задачи решаемые, и учения спортивных каких-то качеств, силовых, скоростных, координационных. Человек учит боевые искусства, хореографию, владение стилями животных, оружием. То есть много всего изучать в школе. Даже каллиграфия или чайная церемония, или даже езда на коньяк — это тоже относится к кунг-фу. То есть многие, видя, что в центре существуют и другие разделы, они начинают переходить в другие классы. Но, как правило, люди начинают уже с шести месяцев интересоваться, что еще здесь есть. Если, конечно, человек хочет через год уйти, ей тоже бывают ситуации, человек пришел с определенной целью поправить здоровье, вот у него были проблемы с почками, камни вышли, песочек, душу, и он хорошо себя чувствует, но прекращает меня никаких проблем. Хочет человек, значит, пусть уходит. Через время может прийти опять-то в ружьзанейки. Бывают люди уходят, потом через два-три года опять приходят. То есть мы всегда рады всем. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам, приходите.